Привет, мои дорогие подведущики! Сейчас буду вам все рассказывать, а то мне прям пишут, Наталья, а почему давно вы не снимали, что у вас там на практике? Вот я вам поснимаю, что у меня на практике было сегодня. Завтра у меня крайний день школы, тогда я так вот сяду, чтобы никого не снимать на всякий случай. Вот, завтра у меня крайний день практики, у меня будет встреча с куратором, то есть будем обсуждать, что, как, получу ли я здесь какой-то процент работы или не получу, что-то будет другое у меня. Но в любом случае, школа заканчивается, переходим на нас, у меня уже, скажем так, резюме СВ, как здесь пишут, есть, буду его рассылать, узнаем, какие магазины, то есть буду общаться со своим куратором. Ну и многие говорят, Наталья, что у вас входит в практику, в качестве максимально подробно? Вот такие, языковая практика, это прежде всего общение, прежде всего, вот первое место, это общение. Ну и, конечно же, мы должны помогать максимально. Вот я люблю, то есть я помогаю максимально, я когда прихожу, я вижу, что сотрудники рады, что я им не понимаю, что будет гораздо легче. Что я делаю сегодня? Конечно же, хорн, такие булки, вот, разряжаешь пополам, мажешь маслом, туда кладем ветчину, сырочек, все это дело, запаковываем. Всегда вот там 4 хорна, упаковка вафель, это то, что всегда на меня, потом приходят клиенты, я уже стою на кассе, уже ориентируюсь к кассовому аппарату, не скажу, что днями, но более-менее. Уже делаю сама какие-то гамбургеры, сосиски, уже давно я делаю сама, то есть пробил, сделал, пожелаю клиенту приятного аппетита. Общаться, конечно же, я еще не могу, но уже я понимаю все больше и больше клиентов. Конечно же, знаете, максимально всего мыть всегда очень много. Вот эта вот тарелка, в которой микроволновка разградка, протереть саму микроволновку, протереть то, что вот эта тарелка в микроволновке. Вот вы делаете сосиски, тут же вытираете где-то жирочек, тут же салфеточкой все протерли, помыли, потом сегодня вот хорошо помыли диваны клиентские. Это то, что всегда вот, всегда можно мыть и всегда там есть, что помыть, потому что, ну, не знаю, всегда моешь и всегда солы. Вот только вроде протер, клиент уходит, они опять жирные. Снова ты протираешь столы. Потом эти все полочки, естественно, они пыльные. Берешь такую метелочку и с метелочкой проходишься по полочкам. Докладываешь товар. То есть товар постоянно обновляется, постоянно проверяешь даты. Потому что, допустим, там, помнишь, что было 2-3 дня? Надо все даты проверить. Ну что еще? Ну, конечно же, общаться. А, кофемашина тоже постоянно. Проходишь мимо, посмотреть, нужно долить молока, убрать, допустим, саль, использованный кофе, кофейные зерна. Меня, скажем так, жалеют. Вот напарни, с которыми я работаю в холодильнике, я уже много времени не провожу. А так, постоянно надо идти в холодильник, докладывать много всего. То есть там можно часа, полтора провести. Меня мой напарник жалеет, меня в холодильник не отправляет. Еще сегодня, кстати, вот по поводу булок и корнов, еще сосиски с беконом накрутить надо. То есть по возможности, если вы успеваете, за 4 часа вы успеете, и все. Еще, то есть вот зал я сегодня подняла. Весь зал внутри тоже постоянно подметайте, потому что работать, там падают крошки. И что еще, что еще, и что еще. Ну и, конечно же, так, то, что зал убрала, я вам говорила. А вчера я, допустим, пылесосила. То есть берете пылесос, и вот тут вот все вещи, все-все-все, надо залезть, попылесосить возле окна. Иногда еще протирайте окна, иногда еще вам дают метеорочку, протирайте лампы. То есть максимально. Вот видите, вот специи там стоят. Проверяю, что специи у нас, допустим, там все в порядке, все. Покажу вам нашу кофемашину драгоценную, так. Это то, что я делала самое первое, мое любимое занятие было. Вот кофемашина. Открываю, смотрю, молока много. Вот здесь вот вынимается, проверяем, что ход у нас, допустим, там дерна надо почистить, не надо почистить. Потом, ну, проходите по холодильникам, естественно, по всем этим. Протирайте витрины, это само собой. И проверяйте, ну, если там где-то какая-то бутылка упала, перернуть просто, посмотрите, как у себя дома. Вот делайте все максимально, как у себя дома, чтобы это было уютно, хорошо. Вот коврик там, листва такой, все прошелся, почистил в зале, чтобы было тоже чистенько все на входе везде. И вот сегодня конец практики, сейчас будем крутить сосиски с беконом. Вот, ну все, вроде как вам максимально-максимально все рассказала по поводу мытья туалета. У меня сразу, вы там правда мойте туалеты. Девочки, мальчики, но, честно говорю, приходится мыть, потому что наравне со всеми. Вот работник работает, он это делает, и ты это делаешь. То есть я одеваю перчатки, естественно, моющие, чистящие. И учитывая, что их моют, ну, каждые там два часа, они у меня столько грязные. Поначалу мне было психологически очень трудно. Для меня это было, вот знаете, переступить себя, то есть я с высшим образованием работала, как бы для меня это было психологически трудно. А потом думаю так, настройся. Это просто такой этап в твоей жизни, все будет хорошо, не боги горшки обжигают. То есть ты уже прошла в Словакию, где-то там шлифовала эту мебель постоянно. Это тоже была, ну, работа не подарок, задержалась этой пылью, этим лаком. Ну, а здесь другая работа. И люди работают здесь годами, десятилетиями, никто не переломился, и ты не переломишься. Поэтому, конечно же, да. Ну, что самое-самое приятное, это общение с клиентами. Люди приходят, им сделаем гамбургер, я говорю, я и Хоппер, говорю, госмакер, го аппетит. То есть я надеюсь, вам будет вкусно, приятного аппетита пожелала. Вот, то же самое сосиску. Вот две сосиски жарятся, и клиенту спрашивают, Дэнэ или Рдэнэ, то есть переднюю или заднюю. Вот какую сосиску клиент выбирает сам. То есть все равно какое-то вот ощущение, что вы делаете приятное клиентам. Улыбаешься, они улыбаются в ответ. Все равно это работа общения, но мне нравится. Вот, я, знаете, как вот, я надеюсь, что я получу здесь какой-то процент. Вот, если так случится, то значит, это вот как бы хорошо для меня все. Вот, если не случится, то я буду знать, исходить из того, что все, что не делается в этой жизни, все к лучшему. Вот, сегодня, наверное, с вашего тут много всего. Вот машину для сушки вы купили. Как она у вас? Только вчера мне ее подарили, только вчера привезли. Конечно же, было желание сразу постирать одеяло, покрывало. Но потом думаю так, знаете, внутренний голос. Лучше полежи, отдохни. Тебе что? Ничем заняться. То есть какой-то суп приготовить, ну, постоянно есть что-то. Как только постираю, вот первую стирку, посушу ее, конечно же, вам покажу, расскажу, что и как. Все, мои дорогие, ролик сильно длинный. Делать не буду, потому что короткие ролики, по-моему, самое то. И еще, у меня много раз, как медицина, а вот детская стоматология. Да, у Анютки стоматология недавно прошла, тоже сделала отдельный коротенький ролик по поводу стоматологии. Все, мои дорогие, пока-пока, до новых встреч. Несколько не вошло, опять лечало.